Итак, сегодня тренировка бицепса. На вопросы многих наших читателей, а также любителей арместника, я покажу, как правильно делать бицепс. Собственно говоря, многие спортсмены, выполняя упражнения на бицепс, в некотором роде правы, что до правильности выполнения, так как некоторые это делают совершенно по-другому или отлично от других. Но на какие вещи нужно обратить внимание, я сейчас вам покажу. И чем отличается, например, тренировка бицепса нашего рукоборца от, скажем, бодибильдера или других силовых видов спортсмены. Итак, маленькая гантаря. Смотрите. Как правило, маленькими гантелями мы разогреваем свои мышцы. Выполнять бицепс в арместнинге вот таким образом, упирая локоть в внутреннюю часть бедра, можно только, исключительно, когда мы разогреваем наши мышцы. Но упражнение сидя на скамее, выполняя это упражнение сидя, я скажу вам честно, я не советую это делать. Но многие спортсмены, не имея возможности это делать на лавочке скота, или нет, например, условий делать это на столе, стараются чем-то заменить, ну и применяют, естественно, внутреннюю часть бедра, как упор для своего локтя. Теперь самые основные части, которые складываются на правильность выполнения упражнения с гантелями. Итак, перейдем на лавочку скота, и я вам покажу, как на сегодняшний день я буду выполнять это упражнение, а потом объясню, какие упражнения, и, как правило, порядок и постепенность выполнения этих упражнений. Почему? Потому что, обратите внимание, снаряд, которым мы выживаем, это лавочка скота. Я ее поднимаю на такой уровень, чтобы он был приблизительным, как, скажем, столешний состав. И теперь гантелью я поднимаю сам, беру сам, ну, конечно, если будет побольше весов, то, понятное дело, что попрошу, чтобы он был спарнин партнер, мне подарок гантелью. Но, тем не менее, обратите внимание, что, выполняя это упражнение на лавочке скота, а на столе, обыкновенном, есть большая разница. И сейчас сами зададите себе вопрос, где легче выполнять, или где можно применить больше тяжесть на лавочке скота, или больше тяжесть удерживать на столе. Итак, я сначала выполню это упражнение, а потом я вам покажу разницу между работой, работой гантелью на столе и работой на лавочке скота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, на чем все сначала? Прежде чем начать упражнение выполнять с прямого угла, вам нужно будет разогреться. То есть, выполнять движение нужно будет с прямой руки. Подобрать отягощение нужно будет таким образом, чтобы вы с прямой руки могли выполнять не менее, чем 10, 12, 14 повторений. Естественно, над теми меньшей гантелей вы обязаны первые две серии разогреться, как минимум, выполняя по 19-20 повторений. Теперь одна тонкость, на которую наши спортсмены, как правило, не обращают внимания, а все фильмы, которые у нас ходят по Ютьюбе, то там нету объяснения, только каждый показывает, сколько он поднимает гантели, или там какие-то веса, килограммы и тому подобное. А отличия от одного упражнения к другому, как правило, никто не показывает. Некоторые спортсмены уже выполняют вот таким образом движения, тем самым руку ставят практически перпендикулярно к столу. Что это означает? Это означает, что мы практически не нагружаем связку бицепса, не нагружаем другие связки, а просто хотим показать всем, что мы поднимаем, скажем, 120 кг. Но, стоит этому спортсмену взять таким образом гантелю, 50 кг и даже 60 кг, у него уже появится проблема, потому что он не в состоянии будет это поднести. Итак, какие правильные хваты гантелей в варбрейсинге существуют? Обратите внимание на каждую подробность, которую я сейчас покажу. Итак, бицепс выполняем вот так. Разворачиваем руку, то есть хватом средним и молотком. Естественно, рука перпендикулярно, параллельно к земле, к полу и выполняем это движение короткими движениями вверх. Обратите внимание, что я перемещаю свой локоть сюда и то же самое упражнение под хватом, средним хватом и молотком. И молотком буду выполнять с гораздо, ну не гораздо, а скажем на 10-15% отягощением больше. Вопрос, почему? Да потому что, дорогие друзья, вы включаете до бицепса связку предплечья, а прежде всего грудь. То есть, грудь, если у вас здесь все закреплено, вы практически мышцами грудь подтягиваете вот сюда вверх. Это вот то движение, которое мы всегда используем на столе. Почему в таком положении спортсмены, как правило, проигрывают таким образом? Потому что они не имеют возможности подключить грудь, которая играет огромную влияние на оборонительное движение во время, как говорится, в то время, когда ваша рука находится в прорывном состоянии. А теперь еще один вопрос и одна загадка. То, что я вам задавал вопрос перед началом того, как выполнял это упражнение. Вы больше поднимите на лавочке скота или на столе. Так вот, на лавочке скота вы будете поднимать меньше, чем на столе. Почему? Да потому, что вы еще помимо связки, груди подключаете еще плечи. А это немаловажный момент. Поверьте мне, на столе при подключении плечей, то есть задней части, как говорится, спины вы можете еще дополнительно от 7 до 15 процентов больше поднимать контейнер. То есть, если тут вы действительно поднимаете, правильно поднимаете, 50 килограмм, то на столе вы будете поднимать около 10 килограмм больше, то есть 60 килограмм. и это правда. Продолжение следует... Продолжение следует...